Здравствуйте! В эфире программа «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Смотрите в этом выпуске. Что по новой пришлось устанавливать в Белогорском доме для переселенцев? Сколько нужно охлаждать некоторые агрегаты котельной, чтобы провести ремонт? Какой штраф заплатит индийская управляйка за падение снега? И кто разрисовал один из благовещенских дворов? Об этом в нашей программе. Не переключайте канал! Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области проинспектировали несколько новостроек в Белогорске, которые сдали по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Их жильцы этой зимой систематически жаловались на низкую температуру в квартирах. Оказалось, что холодно было в домах из-за отсутствия электроконвекторов в подъездах, которые попросту разворовали. Как выяснилось, из новых домов было украдено 25 приборов. На сегодняшний момент их установили по-новому, но на этот раз предусмотрели металлическую защиту от вандалов. Кроме того, в нескольких квартирах покрасили стены и очистили их от плесени, которая образовалась из-за того, что людям из-за холода пришлось закрывать вентиляционные отверстия. После устранения замечаний комиссия сделала заключение о том, что дома пригодны для проживания. 64 жилых дома, 4 детских сада, 2 школы и 2 поликлиники Благовещенска отрезали от котельной. Правда, только на лето. На тепловом объекте 74-го квартала стартовал плановый ремонт оборудования. Его пользователей, а их около 13 тысяч человек, временно переподключили к соседней котельной. Ради чего такие неудобства, выясняла Юлия Мишурнова. Как театр начинается с вешалки, котельной 74-го квартала с решетки топливоподачи. В самые лютые морозы она ежедневно пропускает до 300 тонн угля. Только нужного размера, не больше 15 сантиметров в диаметре. Камни крупнее могут навредить оборудованию. Оттого за состоянием железного сита внимательно следят. В зависимости, какие камни там падают, происходит трещина, уголки отваливаются. Мы делаем сварные работы, чтобы она полностью не развалилась. Внутри самой котельной с начала мая идет ревизия и мелкий ремонт оборудования. Провести его на некоторых агрегатах можно только летом. Например, чтобы заменить прогоревшие ролики на ленте углеподачи, котлу нужно остывать целые сутки. То же и с бойлерами. Сейчас рабочие заняты их прочисткой от осадка, который мешает теплообмену. А вот глобальных ремонтных работ в этом году на котельной не предвидится. Оборудование здесь не такое уж и старое. Два года назад поменяли второй котел полностью с вспомогательным всем оборудованием. Четыре года назад первый вот этот котел поменяли, тоже с всем вспомогательным оборудованием. Подогреватели полностью поменены. Плановым ремонтом охватят и другие 23 котельные АКС. На тех, что заняты лишь подачей тепла, уже вовсю идет подготовка к грядущей зиме. А вот те, которые снабжают горожан еще и горячей водой, отключать будут постепенно. Для ремонта им выделят всего две недели. Исключения сделают лишь для самых крупных котельных. На время ремонта их пользователи переключат к другим сетям. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Управдом». В Тынде в многоэтажке обрушилась несущая стена. ЧП произошло ранним утром 3 июня. По счастливой случайности жертв и пострадавших нет. Коммунальное ЧП произошло в доме по улице Профсоюзная 2. Девятиэтажка, построенная еще в 80-е годы прошлого века, относится к так называемой старой московской серии. Как рассказали местные жители, журналистам телекомпании «Тында ТВ», на шатающуюся стену возле одного из подъездов уже давно жаловалась уборщица. Однако ее замечания остались без внимания. Уборщица вроде бы говорила несколько раз, что там вот такой зазор большой. Посмотри, что делается. В коридоре вот там тоже замазали, в этом году ремонт был. Ну замазали так, а осенью уже поздно, в сентябре делали вроде бы. На место происшествия выехали специалисты управляющей компании «Наш дом», обслуживающей многоэтажку. По словам коммунальщиков, стена отошла из-за непрочного крепления двери к мусоросборнику, которую установили около 10 лет назад. В данное время плиту поставили. Ремонтники заверяют, что теперь она закреплена надежно. 150 тысяч рублей штрафа получила управляющая компания «Тынды» за сход снега с крыши многоквартирного дома. Снежный пласт упал на автомобиль, разбив его. Проверка «Тындинской городской прокуратуры» 21 марта показала, что дворник не чистил крыши от снега, в результате чего пласт снега и обрушился на припаркованную машину. В связи с выявленными нарушениями законодательства, городской прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении «Северэнергосервис». Требования прокурора были удовлетворены. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области. Далее традиционный обзор коммунальных новостей. Его представит Вероника Федореева. Ей слово. «Наш дом» – социальную сеть под таким названием запустили в Калуге для собственников квартиры. Она позволяет общаться с жильцами и управляющей компанией между собой, тем самым решать возникающие вопросы, не выходя из дома. Создатели ресурса разработали максимально простую навигацию, разобраться в которой не составит труда любому. Регистрация занимает не более минуты. В социальной группе есть рубрики «Мой дом», «Мои соседи», «Мои контакты», «Мои обсуждения», «Мои гости». Пока аналогов подобного интернет-ресурса в России нет. Лучший сантехник – Кубок Урала. По всей России стартовал чемпионат профессионального мастерства. Участниками конкурса могут стать специалисты любого города страны. Главное – следовать этапам проекта. Сроки проведения 1 с 1 июня по 31 августа. В рамках него необходимо качественно поставить сантехнику нуждающимся – пенсионерам или ветеранам. На 2 с 1 сентября до 15 октября провести мастер-класс в детском доме или школе о профессии сантехника. Все это нужно снять на видео или сделать фото. Затем материалы добрых дел отправить на сайт деньсантехника.рф. Там же можно узнать подробности проекта. Итоги будут подводиться 22 ноября. Победитель, занявший первое место, получит 300 тысяч рублей. Второе – 200 и третье – 100 тысяч рублей. Треснул по швам. В новом многоквартирном доме для детей-сирот в Тынде Амурской области протекает крыша, трескаются потолки, отваливается штукатурка. Кроме этого, из-за недостаточной теплоизоляции в доме холодно. По требованию местного прокурора суд обязал застройщика до 1 декабря этого года безвозмездно устранить все недостатки, допущенные при строительстве. Право на мусор. С 1 июля вводится новый порядок сбора и транспортировки отходов. Все предприниматели, занятые мусорным бизнесом, должны иметь лицензию на эту работу. Если раньше она требовалась только для тех, кто занят размещением и обезвеживанием отходов, то сейчас вне закона может оказаться любой водитель грузовика, согласившийся за умеренную плату вывезти скопившуюся в маленьком поселковом магазинчике тару. Так, каждое предприятие, занимающееся вывозом отходов, отныне должно будет регистрировать конкретный адрес своей деятельности. Это обусловлено тем, что с 2012 года в России, по данным Росприроднадзора, появилось 150 тысяч новых несанкционированных свалок. Жители Благовещенска украсили свой двор ко дню рождения города. Для этого они воспользовались помощью профессионального художника. И вместе превратили трансформаторную будку в арт-объект. На ста квадратных метрах дворовой подстанции разместились муравьев-амурский, герои телемилитриамдий, хоккеист и баскетболист. Чтобы их нарисовать, кирпичную поверхность сначала загрунтовали и уже потом с помощью различных стойких красок создали на ней изображение. Фон для них прокрашивали несколько раз, чтобы было ярче и дольше держалось. На материалы ушло более 20 тысяч рублей, собранных жителями дома. Кирпич, как оказалось, любит краску. Художник и его помощник работали около месяца. Говорят, справились бы и быстрее. Но мешала непогода. Можно было схалтурить, но я не люблю эту халтуру. Потому что, если делаешь, то надо делать качественно. Я вообще хочу украсить наш город Благовещенск. Если бы жильцы города обращались ко мне, я бы с радостью. В Благовещенске хотят возродить программу благоустройства дворов. Такую возможность обсудили губернатор Преамурия Александр Козлов с мэром Валентиной Калитой. Эта программа уже действовала. В 2014-2015 годах ее реализация проходила под патронажем Александра Козлова в его бытность руководителя города. Тогда удалось привести в порядок 32 двора. Затронули эту тему руководители во время инспекции жилья для сирот, когда посещали один из домов в Белогорье. Состояние придомовой территории и въездной дороги там оставляет желать лучшего. Валентина Калита попросила губернатора рассмотреть возможность снова запустить программу благоустройства дворов. Александр Козлов сказал, что идея хорошая и необходимо отдельно обсудить, чем правительство может быть полезно в ее реализации с учетом бюджетной политики. После встречи Валентина Калита дала поручение провести ревизию отремонтированных в 2014 году дворов. Слышали по телевидению чиновника какой-то энергоэффективности, говорил. Якобы домам классы ее присваивают. Для чего, поинтересовался Зиновий Лодыжников. Согласно закону Российской Федерации об энергосбережении существует такое понятие, как энергоэффективность. В данном случае классность присваивается домам. Самая высокая классность – это дома новостройки и реконструированные здания. Низкая и низшая классность – это старые дома, ветхие дома, именно в которых необходимо проводить мероприятия по установке таких приборов, которые, потребляя менее энергии, давали бы то же самое жителям. То есть яркий свет, тоже тепло, но за меньший ресурс. На сегодня все. Программа подошла к концу. Ищите нас в интернете, в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и на новостных порталах. amurobl.tv, tvgorod.rf и «Портамур» в разделе «ТВ-проекты». Дозвониться нам можно по номерам 777-201 и 773-445. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин